Зная формулы Тепихогоровых троек, теперь давайте обсудим одну из теорем Ефремана. Он доказал, что сумма четвертых степеней натуральных чисел не может быть четвертой степени. Доказал он это при помощи любимого им метода бесконечного спуска. И давайте я сейчас так скажу. Во-первых, начнем с того, что он доказал более сильное утверждение. И что-то более слабое здесь доказать тяжело. Спуск получается, если здесь написать не равно гамма в квадрате. То есть не просто сумма четвертых степеней не может быть четвертой степени. Но на самом деле сумма четвертых степеней не может быть даже квадратом. Давайте докажем это. Ну, еще в примере, посвященную степень. Предположим, что на самом деле есть такие натуральные числа. Предположим, что равенство выполнено. И возьмем самое-самое маленькое, ну, скажем, гамма. Райенство с наименьшим возможным гаммом. Очевидно, в таком случае числа альфа и бета будут взаимопросты. Потому что иначе мы бы сократили бы на четвертую степень обе части этого самого общего делителя. И получили бы меньшее значение. Дальше обнаруживаем, что вот это уравнение очень похоже на это. А именно, практически мы имеем дело вот с таким уравнением. Можно, переставив их местами, считать, что, например, бета черное. Я уже сказал, что в зале хостей. Поэтому можно пользоваться вот этим формулами. Давайте аккуратно ими воспользуемся. Что у нас такое альфа квадрат? Альфа квадрат это то, что здесь называется А. Значит, альфа в квадрате это х квадрат минус у квадрат. Замечательно. Что такое бета квадрат? Это бета. Значит, бета квадрат это 2ху. И что такое гамма? Это х квадрат плюс у квадрат. Мы должны теперь получить решение уравнения такого же типа, что сумма четвертой степени равна квадрату, с меньшим числом гамма, отправляясь от этих формул. Ну, давайте посмотрим. Х и у взаимопростые числа. Число бета квадрат это 2ху. Здесь у нас возможны такие варианты. Либо 2х это квадрат и у квадрат. И 2у это квадрат и х квадрат. Давайте их отдельно запишем. Итак, первый вариант. 2х это квадрат какого-то числа, и у это квадрат какого-то числа. И другой вариант. 2у это квадрат и х это квадрат. В первом случае k должно быть четным. Значит, вот это делится на 4, значит, х число четное, ну, а у, соответственно, нечетное. И если у нас взаимопростые. Здесь стоит квадрат четного числа. Из него мы вычитаем квадрат нечетного числа. Это не бывает квадратом, по-моему, в 4 стандартное рассуждение. Квадрат четного числа это 0, по-моему, в 4. Квадрат нечетного это единица. 0-1 это 3. Квадрат не может давать остаток 3, и определение на 4. Значит, вот этот случай невозможен. Я получаю вот эту ситуацию. 2у это k в квадрате, х это l в квадрате. Переносим y в квадрат, получаем равнительное. Заметьте, вот это вот, что нечетное, взаимопростые с y. Это число четное. То есть, у нас опять есть пифагорма тройка. А если у нас есть пифагорма тройка с взаимопростыми числами, то у нас есть форма для этих букв. Единственная у меня сейчас проблема с буквами, но давайте все-таки возьмем какие-нибудь две буквы новые, например, r и s. и напишем, что y это 2r, s, а x это f в квадрате плюс s в квадрате. Правильно, я даже писать вам не буду, потому что вот эти уравнения уже очень важны здесь. Смотрите, y, 2r, s, значит, 2y это 4r, s, но при этом r и s взаимопростые. Значит, каждая из них это квадрат. Пишем, r маленькая это квадрат какого-то числа натурального, и s маленькая это квадрат какого-то другого натурального числа. Замечательно. И теперь смотрим на уравнение о числе x. x это l квадрат. Значит, l в квадрате это есть сумма четвертых экспериментов. Осталось понять, почему число l маленькое. Почему оно меньше, чем гамма. И как только мы это докажем, все получится. Ну, смотрите. Гамма это x квадрат плюс y квадрат. x и y это у нас были натуральные числа. Поэтому это больше, чем x квадрат. А x квадрат это l в четвертых. Значит, гамма больше, чем l в четвертых. Это все натуральные числа, значит, действительно, гамма больше, чем l. В четвертых степенях, он и написал, напоряв свою знаменитую заметку, что не только сумма четвертых степеней не может быть четвертой степенью, но и третьих, и пятых, и так далее. Довольно скоро мы с вами отберемся с третьими степенями. Там все не трудно, хотя очень красиво. Но вообще-то до конца XX века, с середины XVII, решали эту задачу. В общем случае, когда здесь не 4-4-2, а n, 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 где n, натуральное число, больше двух. Экзамен Великая Теорема Фермерова, мы только что с вами разобрались с ее доказательством для четвертых. А давайте сделаем так вот. Чтобы доказать отсутствие решений у этого уравнения, разберем такое. Оказывается, у него тоже нет решений в натуральных числах. Посмотрим, как это будет отличаться с предыдущего рассуждения. На самом деле, очень не сильно. Смотрите, опять, можно считать, что они взаимно простые, потому что иначе был бы общий делитель, и мы на него бы могли сократить. Только вот здесь α и β входят не симметрично. Поэтому нам придется рассматривать два случая. Один случай, когда число α не черное. Соответственно, α в квадрате это x квадрат минус y квадрат. Число β это 2x, и число γ квадрат это x квадрат минус y квадрат. И другой случай, наоборот, α квадрат это 2x, здесь число α не черное, и число γ у нас не черное. Вот это вот уравнение, на самом деле, нам не сильно-то интересно. Перемножим. Разность квадрата, может, на сумму квадрата. Вот, получается ровно. Обратите внимание, у нас была формула β в квадрате, это γ в квадрате минус α в четвертой. А сейчас получилась формула тоже разная с четвертой степеней. Но для α гамма. x меньше, чем γ. Сумма квадратов x квадрат плюс y квадрат больше, чем x квадрат. Значит, x у нас меньше, чем γ. Значит, мы от равенства перешли к равенству, где меньшее четвертая степень. Это и есть тот самый спуск фирма. Понятно? Мы предположили, что существует какая-то тройка натуральных чисел, для которых выполнено вот такое равенство. Разность четвертой степеней является квадратом. А в бета гамма натуральные числа. И получили какую-то новую тройку, но в которой уменьшаемое стало меньше. Если бы это всегда можно было так сделать, то тогда мы уменьшались, уменьшались, так бы до бесконечности уменьшались, и все время оставались в множестве центральных числа. Такого не бывает. Значит, первый случай – развод. Понятно? Смотрим сюда. Здесь есть уравнение γ квадрат – это x квадрат плюс y квадрат. Опять, бета уже неинтересно. Здесь x и y входят симметрично. Поэтому мы можем считать, что, например, x – это число нечетное, r квадрат минус s квадрат, y – это два r и s. Для каких-то взаимопростых натуральных чисел r и s. И давайте подставим вот это вот сюда. Что у нас тогда получится? Альфа в квадрате – это 2r и s умножить на… Нет, да, 2 умножить на 2r и s, то есть 2 в квадрате умножить на r и s и умножить на s. Вот подставим. При этом x и y – взаимопростые числа, r и s – взаимопростые числа. Значит, на самом деле и число x является чьим-то квадратом, и число r, и число s. Пишу. x – это какое-то там x большое в квадрате, r маленькое – это какое-то там r большое в квадрате, и s маленькое – это s большое в квадрате. Замечательно. Теперь подставляю сюда. Что у меня получается? Квадрат x большого – это разность четвертых степеней r и s. Замечательно. Осталось только понять, почему же спуск произошел. Значит, итак, x большое в квадрат – это… то, что произошел спуск, можно объяснить, например, так. Смотрите. x квадрат плюс y квадрат больше, чем x квадрат, значит, гамма больше, чем x. Замечательно. x – это разность квадрата, r квадрат и s квадрат. Значит, x – это самое меньшее, это r минус один. То есть, x больше равно r. r маленькое, а r маленькое – это r большое в квадрате. Значит, гамма больше, чем r большое в квадрате. Ну, и тем более оно больше, чем r. Вот у нас было раньше равенство β квадрат – это гамма в четвертой минус альфа в четвертой. А мы получили равенство x большое в квадрате – это r в четвертой минус s в четвертой. Но при этом уменьшаемое раньше было гамма в четвертой, а теперь r в четвертой. И гамма больше, чем r. Вот так бесконечный спуск обосновывается. Например. Можно какие-то другие, например, 150.